Непосредственно людям, занимающимся работой в связи с МИКИ, эта тематика не напрямую интересна, потому что это связано именно с аккредитацией и разрешительной деятельностью. Для того, чтобы вы себя представляете, это работает с одной стороны, с другой стороны, все равно это касается всех, потому что процесс аккредитации захватывает всю лабораторию. Значит, давайте мы... Исходно еще несколько вещей. Если будут вопросы, понятная тема, о которой я рассказываю, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Я считаю, что вопросы, отложенные на потом, или не находят ответа, или теряются вообще в контексте. Поэтому сразу задавайте вопросы, если кому-то чего-то заинтересует. В конце десятых годов, скажем так, Россия создала понимание, что требуется какая-то реформа систем аккредитации, потому что в России существовало тогда значительно больше ста систем аккредитации. И вот в 2011 году был ввели первый указ о единой национальной системе аккредитации, и началось построение этой системы. В нее влились практически большинство систем, которые были созданы до этого. В том числе и системы аккредитации аккредитационных лабораторий. Сегодня в России сильно сократилось... Ну и не могу сказать, что все системы в России влились в Росаккредитацию, но количество систем лестно сократилось. Основная масса вошла в систему Росаккредитации. Если кого-то заинтересует более подробная информационная часть, то на сайте Росаккредитации, ну она легко находится через поисковик, можно поэтому непосредственно в САА не записывать, есть все документы, связанные с процедурой аккредитации. И под него Минэкономразвитие выпустили несколько постановлений правительства, сейчас будем говорить о них. И Минэкономразвитие выпустило целый ряд приказов, которые в принципе регламентируют большую часть вопросов по деятельности лабораторий. Значит, вот на самом деле, хотя Федеральная служба по аккредитации создана с 1 января 2012 года, но система, национальная система аккредитации, заработала у нас с 1 июля 2014 года. Вот вы видите, что Федеральный закон был принят в январе 2013, полгода наступления и система заработала. Во-первых, эта система в значительной степени обезличена, то есть организация подает заявление в Федеральную службу. Форма этого заявления регламентирована соответствующим приказом и содержание этого заявления регламентировано соответствующим приказом. Это 288 приказ Минэкономразвития. Одновременно к заявлению прикладывается заявленная область аккредитации. Форма заявления, заявки есть, форма области аккредитации есть, Содержание этой области каждая организация, каждая лаборатория вынуждена формировать сама. Никаких официальных рекомендаций о том, как должна быть сформирована область аккредитации, нет, увы. Вот только эта форма. Более того, эта форма сейчас продолжает активно муссироваться. Во многие приказы Роскредитации подготовлены изменения, но сегодня мы работаем по данным приказам, по данным формам. Но сами видите, что для нас с вами здесь не все пункты выходят нормально и здесь много вопросов. Поэтому, когда люди начинают формировать область аккредитации, то возникает очень много проблем. Ну, если потребуется, можно как-то решать. В соответствии с федеральным законом организация представляет в федеральную службу еще и комплект документов. Сразу я всегда обращаюсь и предупреждаю лаборатории о том, что вы, конечно, готовите комплект документов. Есть правила, какие документы должны быть сданы. Но помните, что Роскредитация в этом смысле позволяет себе некоторой вольности. А именно, по закону вы сдали документы в Роскредитацию, Роскредитация передала это экспертам. Второй этап не происходит никогда, практически. Поэтому я всем советую сразу готовить двойной комплект документов. Эксперт, как правило, в 99% случаев из Роскредитации получает только копию вашей заявки и копию вашей области. И больше ничего. А все остальное он вынужден просить у вас. А сроки там сжатые, поэтому там на часто подготовку повторного комплекта документов просто может не хватить времени. Поэтому, когда готовите комплект, сразу готовим два экземпляра. Все документы готовят, ну, основная масса документов готовится, если касается самой лаборатории, а не юридического лица, в соответствии с 326 приказом Минэкономразвития. Мы сейчас будем говорить о нем подробнейшим образом. Это главный наш документ. Критерии аккредитации. И нас с вами, с точки зрения комплекта документов, интересует именно 24 пункт этого приказа. Там точно сказано, какие документы вы обязаны передать в Росаккредитацию. Одновременно могу сразу предупредить, и это поголовно. Этого комплекта документов недостаточно для полноценного анализа документов экспертов. Поэтому эксперт с вас попросит еще кучу дополнительных документов. Он не может составить представление о вашей фирме чисто тому комплекту, который прописан в 24 пункте 326 приказа. Поэтому готовить приходится... Давайте так, чтобы вы представляете себе, что нас ожидает сегодня. Мы сначала проговорим про общие процедуры, потом проговорим про сроки, а потом полностью остановимся на каждом пункте из того раздела 326 приказа, который касается именно лабораторий. То есть из 17 по 23 пункт. Ну и немножко 24, можно я просто документ. И вы поймете, когда будем проходить по каждому пункту, какими документами вы сможете ответить на те или иные вопросы из критериев аккредитации. Вот здесь на слайде красным выделена достаточно полезная информация. Дело в том, что и федеральный закон, и постановление правительства жестко регламентируют сроки. Правда, Росаккредитация не очень часто соблюдает их сама. Но со всех окружающих требует соблюдения до точки. И поэтому отравной точкой процедуры аккредитации является открытие госуслуги, скажем так. Открытие госуслуги это момент или дата регистрации вашего заявления в Росаккредитации. Вы подали, более того, несколько комментариев к работе Росаккредитации. Росаккредитация все исчисляет в рабочих днях, а не в календарных. Поэтому у нас везде будут РД, РД, РД. Рабочие дни. С одной стороны. С другой стороны, Росаккредитация работает по моменту получения документов. Для многих организаций на территории это было новшество, потому что люди отправляют документы, скажем, почтой, предъявляют квиток в отправке. Росаккредитация говорит, ничего не знает. Мы считаем дату не по вашей отправке, а по нашему получению. Вот это для многих, особенно когда мы будем говорить о возможности получения несоответствия, исправления несоответствий, то все считается по моменту получения именно Росаккредитации. Поэтому вынужденные организации или отправлять такими-то иерусскими службами, или возить самими руками, что называется, для задачи и получения соответствующего штаба. То есть можно апеллировать только к официальной дате получения. Росаккредитация приведет юридическую чистоту вашей организации. Она обязана запросить в налоговые органы, в органы статистики информацию об вашем юридическом лице. И если информация, полученная оттуда, подтверждается, тогда мы идем дальше. Есть идея в чем? Что если в чистое ЕГРУ есть, но заявление оформлено не в той форме, тогда вам направляется уведомление о несоответствии, процедура не прекращается, а приостанавливается, и у вас есть 20 дней на устранение несоответствия. Они, правда, я напишу другие даты, но это их правда. Они сейчас пишут, последние версии, они пишут 30 дней на устранение замечаний по учредительным документам. Ну, а если все в норме, то мы идем дальше. То есть, кстати, это вот те замечания, которые я говорю, это касается и комплекта документов. То есть, вот, какие-то формы не представлены, какие-то документы не представлены из 24-го года. Тогда есть замечания при основе госуслуги. Если все устранено, мы идем дальше. Значит, ну, это касается уже не вас, просто вы должны представлять себе, как происходит это в кухне. Значит, Росаккредитация, проверив вас, и сказав, что вы юридически чистые, правильные, и документы вы представили правильно, выбирает загадочный для нас формально автоматическим электронным способом эксперта, направляет ему уведомления с предложением этой работы, он формирует в необходимости состав экспертной группы, вот на таком здесь и идет разговор, со сроками, он направляет свои предложения в Росаккредитацию, Росаккредитация на основании его предложений формирует распоряжение о формировании экспертной группы. Некоторые нюансы этого вопроса. Во-первых, Росаккредитация не вправе добавлять своих технических экспертов, но она вправе отказать того или иного технического эксперта. Кроме того, вы, когда потом получите приказ, потому что, когда он будет сформирован, он придет к вам. Если у вас есть серьезные основания не работать с данным экспертом, вы имеете право ему отказать. Есть специальные пункты в федеральном законе о том, в каком случае эксперт не имеет права работать с вашей организацией. Но если он рефилированное лицо, если он до этого работал с вами, понятны конкретные случаи. Значит, есть специальная статья о федеральном законе, которая это регламентирует. Если все в порядке, то ваш этот приказ направляется вам, вы никаких экстренных мероприятий в виде отказа эксперту не пишете, и приступаем к проведению экспертизы. У нас формально 20 дней, но в эти 20 дней на проведение экспертизы документов входит все. Связь с вами, получение первичной информации для заключения договора с вами, для заключения договора, получение документов от вас, анализ этих документов, и отправление этих документов, ну, результатов в Росаккредитацию. По поводу выгодов. Возможно, в экспертном заключении. Ну, первый вариант. Вопросов нет. Для того, что эксперт, экспертная группа, при анализе ваших документов, во всех случаях работы с вами, во всех документах, во всех актах заключения, должна однозначно сказать, лаборатория соответствует или не соответствует. Росаккредитация не воспринимает никаких промежуточных решений. Не бывает. Если эксперт пишет какую-то обтекаемую форму, он получает прошение. Притом вплоть до больших неприятностей. Вывод может быть только однозначный. Вопрос может быть маленький, может быть большой, но вывод может быть однозначный. Более того, для вас тоже четкое понимание. Если вам эксперт написал любое замечание, любое. Пример из лекции Катерика Роскредитации. Эксперт написал, что в руководстве по качеству неправильно расставлены запятые. То мы идем вот по этому пути. Даже при этом замечании, это значит, что лаборатория не соответствует никаких других вариантов. И дальше пошли по устранению. Если у вас пришел у вас пресс-априказ при остановке, вам назначен срок исполнения, направленные приказы, вы не устранили, по какой бы то ни было причине. Я опять подчеркиваю, это 20 дней до получения Роскредитации. Тогда все на этом заканчивается. Роскредитация пыталась все время даже пугать. Эксперт, лаборатория говорила, что если они отказали, то всегда следующее заявление через два года. Но в законе этого нет. В законе, если вы вам даже отказали на этой стадии, то вы через неделю подали новое заявление. И пошли по следующему уроку. Если вы устранили, то у Роскредитации есть еще 10 дней, поэтому общему сроку аккредитации добавляется 30 дней на то, чтобы проверить, что вы устранили, и пойти дальше. Дальше мы переходим к тому, что называется выездной экспертизе. Значит, выездная экспертиза официально формально по закону начинается с формирования программы проведения работы. Значит, что вы должны понимать? Ну, мы еще, которые мы говорим, мы будем говорить про 36 приказ. Значит, вы в заявлении указываете место проведения работы или места проведения работы. По всем местам проведения работ вас обязаны проверить. Но, вы должны четко помнить, что в абсолютном большинстве случаев для наших традиционных лабораторий основное наше место действия бывает временным. Мы же на место выезжаем. Откуда мы знаем, куда вы поедете, какой перед заказчиком? Поэтому временные места осуществления деятельности там есть специальный пункт критерия, но на эту тему мы еще поговорим. Но, в принципе, имейте в виду, что вы указываете только в ваши стационарные места заявления. И четко помним, что везде, во все места, которые вы указали в заявлении, экспертная группа обязана выехать. Более того, вот когда я показал форуму в области аккредитации, в области аккредитации мы отдельно формируем разделами по каждому месту осуществления деятельности. Даже 20 их будет. Если вы указали мест осуществления деятельности, адрес, под ним указано, что вы по этому месту будете делать. По другому месту, может быть другая, вы на них будете совпадать. Ради Бога, это ваше право. Но по каждому адресу формируется свое место. И в каждое место мы едем. Ну и направляется программа и поехали дальше. У нас на выездную экспертизу, на выездную проверку, в данном случае именно выездная проверка, оценка, отпущено тоже 20 рабочих дней, включая все. Ну, исходные документы у нас как бы уже есть, поэтому договор просто достаточно оперативный. Но все равно договор отдельный. Кроме того, экспертная организация, с которой вы заключаете договор на проведение этих работ, обязана все эти договора одновременно с вами направлять в Росаккредитацию. И Росаккредитация жестко контролирует вопрос, во-первых, про время отправления, оформление договора, во-вторых, сумму, в-третьих, экспертная организация четко должна информировать Росаккредитацию о моментах финансовых передвижений. Потому что, в соответствии с постановлением, правительство экспертной организации, но эксперт, работает с вами только после оплаты счета. Если он работает раньше, то это его личные проблемы. Он имеет право сказать, пока денег нет, я со стулу не встал. Так законно я прошу прощения, это не от меня. Вот, поэтому наши 20 рабочих дней. Значит, приехали к вам, значит, сейчас, пока у нас нету отдельных коэффициентов на дополнительные места, но, в принципе, приехали к вам, провели проверку, и дальше примерно аналогичный алгоритм с событиями экспертизы документов. Если все в порядке, то сразу пошли дальше. И тот же принцип по замечаниям. Любое замечание означает приостановку. По крайней мере. Если есть какие-то замечания, любые, то опять та же самая приостановка на 20 рабочих дней плюс 10 потом им на анализ результатов того, что вы представили. Значит, тоже вы должны понимать, что работа эксперта закончилась с момента передачи им в Росаккредитацию актоэкспертизы. Здесь даже он написал, что у вас есть несоответствие, Росаккредитация не считает нужным даже информировать эксперта о том, какие решения она принимает по вашей лаборатории. То есть всегда во главе его глаз стоит Росаккредитация, так она себя позицирует. Поэтому эксперт сдал акт выездной экспертизы, и на этом для него официальная информация закончилась. Все остальное информацию он получает или от вас, или с официального сайта. аккредитация, опять та же самая ситуация, что если в какой-то причине вы не устраните указанных несоответствий, то отказ аккредитации. И на этом в принципе процедура аккредитации завершается. Что вам надо еще понимать? У нас строго идет 90 рабочих дней на проведение процедуры аккредитации. Плюс максимально еще 90 рабочих дней, если у вас аж три продления. Первое по формальному формлению, второе по документам, третье по выездному. Этот срок регламентирован федеральным законом, и мы его пытаемся соблюдать. Могу сразу сказать, что вы не пугались, если будете работать с аккредитацией. Вот большинство сроков, о которых я говорил сейчас, в аккредитации перешагивает через них, если это их сроки. Очень легко. У них даже сейчас появился термин госуслуга за срок. Поэтому не пугайтесь, не удивляйтесь, все работает как работает. Что вы еще должны четко знать для себя? На сегодняшний день есть 653-е постановление правительства, где четко прописано, сколько стоит ваша аккредитация. На самом деле, с точностью до нескольких процентов, вы можете посчитать сами. Есть даже таблицы, есть схемы расчета, есть таблицы, потому что на самом деле стоимость работ зависит от двух вещей всего. От количества методов, применяемых в вашей лаборатории, и от количества сотрудников в вашей лаборатории. Нашли свой коэффициент, а дальше по известной формуле посчитали. И если организация, в которой вы работаете, хулиганит, ну скажем так, у вас есть полное законное право на нее наехать. Рос аккредитация за это отрывает голову сразу. Ну, не за 5%, сами понимаете. А если поставить коэффициент 2, то в соответствии с законом вы имеете право подать жалобу, и вам обязаны вернуть. Просто подписан закон. Лишняя сумма возвращается обратно заявить. Там даже есть в постановлении правительства алгоритм расчета командировочных расходов. То есть даже на командировочных расходов сильно не сыграешь. Более того, в моей практике был случай, когда с целью соблюдения, скажем так, сроков сжатых, я вынужден был лететь бизнес-классом на Дальний Восток. Прикольно заправдовался. Представлять сведения о том, что в этот период билетов на нормальный эконом-класс просто не было. аккредитация отправила запрос «А почему вы летели в бизнес-класс?» То есть они это реально вопросов задают. Ну, с сроками я проговорил 519-е постановление, но все, что я знал, все рассказал. Теперь сразу переходим к следующему этапу деятельности по аккредитации. аккредитация у нас является бессрочным. Обращаю ваше внимание, что моментом аккредитации является дата занесения в реестр. Очень многие пишут заявления о выдаче аккредитации на бумажном носителе и потом даже в своих протоколах ссылаются на дату, стоящую в этом аккредитате. это неправильно. Вы можете этот аттестат много раз менять. Мало ли что у вас поменялось. Но момент внесения вас в реестр это момент аккредитации вашей лаборатории и он с вами существует до конца жизни. До тех пор, пока вы не прекратите свое существование. Дата внесения в реестр это как у ГРН организации. ГРН возможно много устав насилие изменения не вносили, а у ГРН получили все до гробовой доски называется. То же самое здесь. Вам даже номер могут поменять. Сегодня есть прецедент. Люди приходят с Ааловскими лабораториями со старыми набираем. Иногда роскредитация меняет уровень. Но вы не вошли в реестр роскредитации этого силы. И от этой даты мы танцуем когда определяем сроки подтверждения компетентности. У нас есть три типа подтверждения компетентности. Первая, вторая, ПК-1, ПК-2, ПК-3. ПК-1 вы должны пройти в течение первого года. Но формальные требования закона вы должны подать заявление на прохождение подтверждения компетентности не позже, чем за 20 рабочих дней до года от вашей адекватии. У меня очень много организаций, которые проходят подтверждение компетентности позже. Они вовле подали, пока Росаккредитация не очень соблюдая свои сроки раскачалась, люди прошли аккредитацию в сентябре, а вот только в декабре будут подтверждения компетентности. К вам вопросов. За 20 дней до назначенного срока попало заявление в Росаккредитацию. Если это будет на 19 день, у вас загорится ли есть жёлтая лавочка. И она будет гореть, пока вы не пройдёте подтверждение. Если вы подали на 20 дней или раньше, когда проходит подтверждение, с вами процедура никого не интересует. Понятная идея. Дальше второе подтверждение компетентности. Оно привязано к первому прохождению подтверждения компетентности. Опять дата в реестре. Не когда вас проверяли. А в реестре, ну, безоткрытый реестр, свободный, можно идти в организмную лабораторию. Вот там будет стоять проведение утверждения процедуры подтверждения компетентности. Вот ваша дата. От неё два года. Минус 20 дней. Это та же самая ситуация. Минус 20 дней. Для того, чтобы нет наследия. Я предупреждаю, что у меня спрашивали. Вот то же самое ПК-1. А мы можем пройти через месяц после аккредитации? Да, ради Бога. Позже нельзя, раньше можно. Вот принцип. Вы можете пройти подтверждение компетентности через месяц. Ваше право. Я потом объясню, почему нет этой еды. Со вторым подтверждением генцистер два года. Вот первое подтверждение. А вот третье, ПК-3, оно привязано опять к дате вашей аккредитации. Не к второму ПК, а к дату вашей аккредитации. Пять лет минус 20 дней. Рабочий год. Вот наши ПК. ПК-1 и ПК-2 это практически чистые выездные. То есть формально эксперт даже не пишет анализы документов. Формы нет такой. Он приезжает сразу к вам. Единственное, я могу сказать честно, так же как я поступаю большинство экспертов, они просят прислать документы заранее, чтобы хоть как-то познакомиться. Ну, чтобы просто не ехать в пустоту, а хоть знали, о чем разговор пойдет. Потому что опять русская аккредитация ничего не присылает. Но это ваше право. Вы не обязаны, если в первом случае вы обязаны посылать документы, то здесь как хотите, хотите дружиться с экспертом, хотите, имеете право сказать фрук. Вот. третье продвижение компетентности ПК-3 она практически по алгоритму соответствует аккредитации, единственное, там нет экспертного заключения к отдельному документу. Экспертное заключение пишется потом на месте, но эксперт обязан написать полный анализ вашего документа. значит вот почему некоторые проходят раньше подтверждение компетентности. здесь такой есть пункт в законе прописано подтверждение компетентности может быть совмещено с просторой расширения или каких-то других изменений. Это полное ваше право. Если вы подаете заявление о том, что вы проходите окей, хотите пройти какие-то процедуры просто аккредитация, вы имеете право их совместить. Можно разделять. У нас есть случаи, когда с интервалом в 2-3 месяца лаборатория проходит сначала расширение, а потом подтверждение. Но вы имеете право их собрать одну. Чтобы сохранить сроки. Ваши права. Просто тогда у нас меняются сроки. Потому что ПК-1 и ПК-2 у нас общий срок 65 дней. А если ПК-1 ПК-2 с расширением, то опять 90. А если у нас совпадает как раз ПК-1 с расширением, у нас аттестат аккредитации области потом меняется, или она будет состоять из нескольких тем. Значит, отвечаю, не только она не меняется, но и на сегодняшний день парадоксальная ситуация сложилась с аккредитацией. Даже те лаборатории, которые пришли в аккредитацию из систем, которые аккредитация подмяло под себя, они пришли туда со своей областью аккредитации, со старой. По старой форме, не такой, как вот здесь было показано. В аккредитации сегодня не существует понятия актуализации области. Поэтому, если вы расширяетесь, вы пишете отдельную бумажку область аккредитации номер два, допускаем с вольности и там расширяемая область аккредитации, и у вас получается несколько, у меня есть случаи, когда у людей три-четыре области расширить. Первое расширение, второе расширение, аналогичная ситуация с сокращением. Вы в любой момент можете написать заявление в аккредитацию о сокращении области. Там проверок нету, там денег нету, там быстро все это решается, очень быстро. Вы направляете заявление и направляете в такой же форме сокращаемую область. Вам и вы показываете потом вот наша первичная область, а потом это нам выкинули. Сегодня работает так. Предложение о новом документе, который назывался процедура актуализации области, чтобы все это убрать, чтобы привести к соответствии, сегодня пока отсутствует. авторитет и авторитет и практически авторский документ объемом 300 листов, потому что если брать воду, она очень многими методами делает, мы обязаны ее доставить. на самом деле конечно. Дело в том, что опять я говорю, что у нас нет, увы, сегодня авторитет аккредитации не создала какого-то регламента о том, как правильно писать область аккредитации. поэтому у меня ситуация в моей лечке, даже практике. Нет, клиентам обязаны предоставлять это уже ваше право. Взаимоотношения с клиентами это за пределами функций и экспертов и рост аккредитации. Вы должны каким-то образом клиенту доказать, что вы это можете. Как? Область аккредитации. Пока еще не работает полноценно и реестр аккредитованных организаций и даже ФИИС, потому что идея это была какая, что область аккредитации будет доступна в сканированном варианте для всех. То есть мы зашли в реестр и кроме словесного короткого описания, который там сейчас есть, прикрепили бы туда скан. Не работает пока. не работает. ваше значение заказчикам это ваше дело. А уровень подробности области это тоже здесь очень сложно доказать, потому что некоторые очень подробно пишут области, буквально по каждому чиху. Некоторые укрепняют. Есть случаи, когда из-за укрепнения были большие неприятности в той-то согласительной комиссии Росккредитации, когда Росккредитация говорила, что мы не понимаем утвержденной области, потому что она подразумевает как бы все. А под это все нормативные документы не хватает. Да нет, вот здесь написано в этой столбце просто перечислением, что делается. Приходится доказывать, объяснять. Так как здесь нет системы, то каждый выкручивается по-своему. И правильно оформленная область это ваше взаимоотношение с экспертной группой. Что от вас потребует экспертная группа? Почему очень часто, особенно при больших лабораториях, приходится привлекать технических экспертов, чтобы не всегда ты во всем ас? Если, допустим, мы по методу заявили области вегетации, а по НД сейчас появились там, допустим, новый НД, или мы там, допустим, как бы на тот же самый метод новые НД может быть расширение области? Вот как раз вот это та самая проблема, то есть, сейчас очень много лабораторий. Что делать, если вышел новый нормативный документ? Взамен вегетации. Вот просто вегетации говорить так, нам сегодня нет процедуры аккредитации. Поэтому, если вышел новый документ и вы хотите, чтобы этот документ появился у вас в области аккредитации, вперед процедура расширения. Ничего другого. Привожу пример совсем парадоксальный из практики моих экспертов. Лаборатория грунтовая, нерадиационная. Поменялся один ГОСТ, притом не номер поменялся, а год поменялся. И по содержанию к лаборатории и то, что там изменилось, ну просто я бы в отношении не имею. В принципе, лабораторная часть осталась до запятых. А ответ на сапкредитацию прошел. Они что сейчас готовятся просто призвали как измель. Куда ее едет боровоз? Куда дадут лодки? Сейчас готовится идея о возможной актуализации. Дело в том, что Росаккредитация активно занимается какой-то проблемой. Она направляет в Росстандарт. Я старин такой, извините. Запрос после выхода каждого документа. Насколько новый документ аутентичен взамен. Вот этот разговор взамен. И эта информация скапливается сегодня в Росаккредитации в том числе. Но они говорят пока нет процедуры актуализации мы ничего сделать не можем. Будет ли актуализация? Люди подают заявку на актуализацию. Мы проверяем что вместо чего они поставили. Проверяем по своему списку. Что это именно взамен вышло. Штангуем и вперед. Сегодня такое произведение. Увы, ничего сделать. А можно ли работать по старой области по старой области не расширяясь просто в рамках нашей организации мы ввели актуализацию но в области например у нас программ позволяет писать что данная методика взамен предыдущей вот это допускается? Если вас будут проверять Росаккредитация то это очень большие неприятности. Если ссылка на новый документ появится в вашем протоколе на котором будет стоять ссылка на то что вы аккредитованы это будет рассматриваться как работа вне области вплоть до возможной аннулирования области аккредитации вообще это аккредитация прецеденты я напрямую не знаю но говорят что есть не в нашей области в нашей успокоенности там обсуждалось что две лаборатории по химии заступили на антиграб и там небольшой скандал и стоит вопрос аннулирования общей аккредитации из-за работы вне области опять работа вне области с ссылкой на факт аккредитации вот о чем вот именно вот этот ответ правильный единственный вы имеете право делать все что что вы хотите договоритесь с заказчиком и делайте что хотите но не ссылаясь на факт аккредитации если вы ссылаетесь на факт аккредитации вы ссылаетесь только на те документы которые у вас указаны в вашей области чтобы не наступить программой ну и здесь же что я хотел еще предупредить особенно те лаборатории которые уже аккредитованы значит сегодня начала функционировать система госконтроля рост аккредитации контрольное управление заработало и сегодня многие лаборатории попадают под внеочередные проверки внеочередная проверка проводится с сотрудниками рост аккредитации без экспертов как правило в абсолютном большинстве случаев проводится чисто по документам по реализации документов и для вас это только нервы но тем не менее статистика не очень хорошая примерно 30% лабораторий попавшие под внеочередную проверку правов управления вынуждены призакрыться вот такая статистика правда могу сказать только одно как правильно сегодня в России контрольное управление в 95% случаев работает по жалобам жалоба в розаккредитацию жалоба в прокуратуру там вот отсюда когда появляется такой звон тогда правило люди выпадают под контрольное управление есть небольшой процент который выпадает просто так сказать метод случайного тыка но очень небольшой и еще прежде чем я пойду дальше по критериям уже что хотелось обратить ваше внимание очень часто при наших выездных как при выездной при аккредитации так и при подтверждении компетентности рост аккредитации встает приказ об участии их представителей в этой проверке это не то что это всегда но коэффициент довольно большой не надо пугаться потому что в большинстве случаев сотрудники рост аккредитации все-таки адекватные я не сказал везде есть исключения но в большинстве случаев адекватные люди пытающиеся не наехать не оторвать голову не наехать на фирму а пытающиеся разобраться в суде проблем поэтому пугаться не надо если вам назначили представителя рост аккредитации это больше головная боль для эксперта чем для вас теперь я просто перехожу к вот тому самому документу который сегодня практически является главным документом во всей системе аккредитации лаборатории 326 приказ Минэкономразвития критерия аккредитации ну я бы сказал так я буду сразу рассказывать и проблемы и сложности значит вроде бы 17 пункт совсем маленький и короткий прямо это дословно пункты из критерия вот мне даже вот такую книжку подарили просто почему я сразу перехожу на 17 и это именно аккредитации лаборатории на самом деле для нас с вами 17 пункт очень часто оказывается смертельным пунктом пункт пункт реализации системы 23 будет говорить о том что должно быть написано еще должно состоять а 17 говорит как это то что написано там реализовано и я здесь вынужден процитировать руководство росакалитации они говорят так есть несколько случаев первый случай все бесконечно работа полиции второй случай и не описано и не работает отвалился дальше начинается игра есть случай когда организации вопросы работают по открываешь документы а там ни о чем не написано но реализовано жюри поругаем просим написать но если показывают нам что это все действительно работает тот же самый архив открываешь инструкцию там два слова ну фигурально выражается идешь в архив а там все идеально реально состояние ребята пишите нормальную инструкцию пишите весь процесс нормальный алгоритм понятно пример что это вот ругаем но голову не отрываем и есть случай написано и не реализовано очень часто встречается когда люди взяли чью-то рыбу под себя подредактировали издали приезжай например вот у вас написано покажите нету предупреждаю сразу это хуже чем даже если не было написано не написано не реализовано это меньшая проблема чем написано и не реализовано если у вас что-то написано не реализовано это несоответствие по семнадцатому пункту и привет сразу практически сегодня русская медитация вот такой вариант они пытались проанализировать во все возможно максимально возможные несоответствия уже по уровню эксперт и пытались разделить их на две группы группа по которой даются реальное время на исправление несоответствий на помывку шеи и группа когда даже никто не ждет от вас ответ просто сразу сразу дождались и собой вот написано и не соответствует это случай когда практически а чё проверять еще одного и знаю кому это надо просто реализация поедет а зачем написано написано и не реализовано это большинстве случаев просто закрытия лаборатории это именно соблюдение ну дальше я иду по пунктам голову по европу 18 нормативка нет у нас в критериях формы по нормативным документам всем лабораториям советую иметь у себя список нормативных документов который вы используете в нем должно быть как минимум все документы которые у вас указаны в области аккредитации и все документы на которые вы ссылаетесь свои документы люди ссылаются на гост и сом x125 ребят по у вас вы есть списке должен быть и бумаги должен быть или в электронке воду бумаги и электронки сегодня никто не ставит вопрос о том что у вас должна быть нормативка обязательно в оригиналах бумаги вы имеете право иметь свою нормативку в электронном виде ради бога вопрос где вы ее взяли любой документ скачаны из интернета имеет юридическую ценность 0 не меньше примерно столько стоит бумага на фигуре печально или техника зафиксирована поэтому всегда идет разговор о том что любая лаборатория проходящая аккредитацию должна иметь договор на информационное отслуживание вы должны официально получить эти нормативные документы от своего провайдера скажем так более того рост аккредитации завела очень жесткую позицию если у вас договоре написано что в договоре на информационное отслуживание написано что актуализация раз в год самый редкий актуализация может пройти можно пытаться доказать кому-то чего-то это актуализация раз в полгода лучше раз в месяц это любимая цифра в среде актуализация нормативной базы раз в месяц но без этого нормативную без такого договора вам очень сложно будет отбиться 18 вот с точки зрения нормативки еще опять возвращаясь очень часто это образована вот на основной документ на компьютере покажите откуда вы его взяли и ради бога имейте наличие на бумажном носителе не является обязательным условиям более того мы дальше помочь пойдем рассмотрим что мостик следующие вопросы даже наличие документа на бумажном носителе на рабочем месте а вам неудобно у меня на рабочем месте компьютер стоит и вот у меня на рабочем месте все мои документы в виде в электронном виде он есть на рабочем месте понятная идея если нет компьютера тогда покажите как где у вас на рабочем месте приходится бумага и разникает вопрос его и его актуализация на это мы сейчас остановимся так дальше образование ну с образованием у нас до сих пор очень тяжелые военные действия потому что что такое профессиональное образование особенно в нашей стране новости не так много у нас профессиональных то есть по образованию радио рентгенологов или кого-то на эту тему в общем то давайте так в абсолютном большинстве случаев физическое образование физик у нас проходили даже химики значит если вам нужно доказать образование что нас соответствует это помогает если у вас на душе диплома есть соответствующие слова у нас идет высшее среди профессиональные и дополнительные профессиональные образования дополнительные образование это образование в объеме не менее двухсот-переста часов вы предъявляете диплом такого уровня вопрос сейчас много фирм начали заниматься дополнительным образованием именно по радиации чтобы вы знали о какой-то ситуации так что на это обращают внимание поэтому спеопонимательно отрабатываете образование своих специалистов выбираете документы теперь дальше старше опыт работы не менее трех лет опыт работы в области деятельности многие затыкаются то что у нас специалист пришел там недавно у него в нашей организации стаж меньше 3 лет если у него в трудовой книжке стоит соответствующая работа в предыдущих местах он начинает весь стаж проблема в другом здесь иногда в трудовой книжке стоит должность которая непонятно как доказать что она связана с той или иной деятельностью иногда приходится любым попросить людей обращаться в свои предыдущие фирмы за получение справки увидели занимаемые работы в виду деятельности каким образом доказывать что там человек был инженером инженера чем он занимался вот и предлагается бежать в ту фирму получать справку что он если вы хотите втянуть его как исполнитель основного а у вас у него мало стажа и в трудовой не читается его профессиональный профессиональный опыт а что делать с выпускниками вузов в профиле? три года а там не имеют права в работу? нет, в работу видите, у меня здесь в красном отмечене вот эта фраза, которая жесткая команда Росэккредитации мы ее не видим в упор не существует этой фразы это признано ошибкой сегодня стажер у нас начинается с нуля а не с года здесь было написано что? стажер начинается с года а где человек год поболтался? так, учеб закончил высшее учебное язык не важно, получил образование он вообще не может работать в вашей лаборатории ну глупость вот поэтому жестко я официально заявляю это слово не менее одного года просто не существует забудьте хотя пока документ не изменен но уже даже были согласительные комиссии к этому Росэкредитации и люди, которые пытались написать это как несоответствие получали прошу сегодня стажер с нуля, но до трех двадцать лет вы взяли студента он устроился работать он три года барабанил и получил право самостоятельно работать и кстати ну потом еще будет разговор обязательно будет прописано как вы с ним работаете стажер наставник вот-вот-вот-вот-вот это обязательно прописано у вас а так пожалуйста с нуля и вперед а можно вопрос да, конечно вы смотрите вот в ветеринах на лаборатуре человек работал в химотделе и перевели в микробиологию и у нас говорят, что три года получается стажер это правильно? по разному отделу но у человека большой очень сложно доказать понимаете вот такая ситуация она практически неразрешима у него это наверняка в трудовое небесное лаборат не лаборат девушка работала в ветврачом в химотделе в ветврачом опять да ну и что а как доказать с чем она работала она работала в лабораторных условиях очень сложно доказать но в этой же лаборатории ее перевели просто в другую идею на самом деле давайте так вы можете у себя рассматривать как хотите но с точки зрения формальной вот это вот стажер по стажу всегда вызывает некоторые проблемы потому что если у человека есть общий стаж достаточно и вы уверены что он соответствует иногда вот эта проблема решается каким-то способом когда открываются дополнительные карты то что я иногда рассказывал про это время потом это будет у нас дальше но сейчас вопрос почему в вашей лаборатории нет специальной аттестации ваших сотрудников вот спорная ситуация с опытом работы он работал в нашей же организации в одном отделе перешел в другую так аттестуйте вы на право проведения работы в этом новом проектном новом месте и закройте глаза на все остальное если он тянет разговор с формальной стороны разговор по сути по сути вот мы его мы его проверили сами аттестовали и сами допустили таким видом работ он работал у нас параллельно он не с улицы пришел вообще не пришел поэтому здесь это за свои стоять почитаешь по этому же пункту насчет основного места работы не менее чем половина вот здесь начинается еще одна хитрость вот она говорит что 50 процентов это что называется без учета внутренний совместитель это именно 50 процентов штатными по основному месту работают в этой лаборатории ну 50 процентов потому что в некоторых других системах вообще понятие внутренний совместитель не поднималось никогда сотрудник нашей организации все здесь возникает опрос вам не совмещен мы сами занимаемся лабораторией поэтому проблемы взаимоотношения с органами сертификации не рассматриваются слава богу там вообще головная боль а проблема которая на самом деле возникает у нас я здесь лучше скажу об этом в процедуре выездной проверки основная часть выездной проверки особенно для аккредитации когда люди посмотрели документы заранее все прочитали все проанализировали если были замечания вы их устранили все решили основная часть проверки на месте это демонстрация работы ну я очень люблю этот термин его лонша очень популярная деловая игра для лаборатории это не совсем деловая игра это просто проведение работы они могут быть как текущие так и демонстрационные и вот здесь мы и оцениваем 20 20 в процессе демонстрации работы лаборатории оценивается навыки опыт значит что могу сразу сказать ну разные эксперты по-разному ставят вопрос о формировании того объема который демонстрируется при выездной экспортизе как правило все-таки большинство лабораторий ориентировано на демонстрации того что они могут показать вот и все и здесь довольно часто приходится именно говорить демонстрации потому что многие эксперименты ну радиация это не так у нас нет совсем уж задержанных прыжков есть лаборатория которые работают по очень задержанным прыжкам но когда у нас эксперимент есть там два-три месяца как вам покажешь значит все равно это все поэтому там возможный именно переход на режим деловой игры то есть демонстрация на месте значит вот теперь насчет оборудования хорошо когда у вас все оборудование собственное вы можете представить выписку из балансной ведомости или договора значит так же как во многих системах очень косо смотрят и в Роскредитации ну Роскредитации вообще поставят вопрос о борьбе с договорными обязательно ну с налетной оборудованием ну это нельзя закон разрешает ну очень косо смотрятся когда арендуется копеечная оборудование и наоборот для меня привычно нормально когда арендуется реальная дорогостоящая оборудование спокойно к этому относиться значит что вот здесь как раз вы помните в начале разговора говорили о временных местах решения деятельности вот у нас здесь два последних абзаца на этой странице значит к местам временные решения работ относятся места куда вы приезжаете со своим оборудованием может быть куда угодно откуда договор пришел куда и приехали но вы приехали туда со своим оборудованием все вопросов нет вообще нет есть второй случай когда вы используете в том месте где вы проводите работы ну у нас это довольно редкая ситуация ну теоретически может быть вы там используете оборудование стоящее там вот критерии говорят что без вопросов это в том случае если оборудование принадлежит вашему заказчику тогда просто существует проблема вы работаете на оборудовании заказчика если же вы на оборудовании заказчика на оборудовании арендованном на другом площадке проводите работу для внешнего заказчика то здесь очень спорная ситуация и многие эксперты настаивают что это еще одно ваше место есть а не временно ну четкого ответа это просто сказать дать нельзя но проблема существует так ну это не наше мы с вами по железной дороге есть по железной дороге специалисты здесь у меня были лаборатории которые занимаются радиацией на железной дороге так что поэтому вам ну и дальше переходим к нашему основному объему двадцать третий пункт критерия и разговор о требованиях к системе менеджмента качества значит сразу могу сказать что и этот документ и европейские подходы пихает нас на самом деле к системе менеджмента качества увы большинство наших лабораторий идет по пути руководства по качеству в чистом виде системы менеджмента качества нужно по-другому построить система менеджмента качества построена на том что есть руководство по качеству короткие документы декларационные а к нему есть отдельные документивные процедуры как назовете это ваши проблемы документивные процедуры СТО так 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 получается конституция власти качества и свод документов это и есть система качества я всегда болезненно отношусь к нему доску по качеству сейчас мы найдем там две три маленьких заковыки и вам придется менять все руководство по качеству для вас отдельные процедуры там меня поэтому я агитирую всех за постепенный переход можно постепенный переход на систему менеджмента качества прописываете свои конкретные процедуры и не забываете что в конце концов элементами системы менеджмента качества является и должностные инструкции они есть отдельные в рижней про госпитатель и инструкции по технике безопасности Они же равно есть. Они же не входят в руководство по качеству. Эта система у меня на момент качества тоже. А кто нам мешает тогда вынести из руководства по качеству правила внутреннего аудита, например, и какие-то дополнительные процедуры. У меня есть люди, которые отдельно вообще выносят процедуру на оформительские дела. Ваше право. Значит, теперь по своим требованиям. Область применения четко прописывается с указаниями того, где же вы собираетесь работать. Опять, не надо писать временные места. Такое тоже есть, чтобы смириться. Значит, дальше политики в области качества. Сегодня все-таки достаточно жестко сформулирована позиция. Политика в области качества, это должен быть отдельный документ. Он может быть в составе руководства по качеству, если людям хочется. Но просто прописать это в тексте самого руководства, это неправильно. Это отдельная декларация. Я говорю, в виде отдельного совсем документа или в виде приложения руководства по качеству, ваше право. Или в виде, может быть, даже отдельного раздела руководства по качеству, ваше право. Но это как бы самостоятельный документ с отдельной подписью. Пронятно, о чем я сказал. И вот дальше, 23.2, это как раз то, о чем, что должно быть как минимум в этой самой декларации по вопросу качества. Там должны быть цели и задачи, там обязательство по соблюдению критериев и обязанности специалистов ознакомиться с руководством, что каждый головой отвечает за соблюдение руководства. Это минимальные требования к политике. Дальше расписывайте, как хотите. Дальше. Права и обязанности структурного подразделения. Ну, здесь вообще все начинают с такие хитрые описания. Дело в том, что если ваши лаборатории являются структурным подразделением, то должны быть четко прописаны все взаимоотношения с вашей организацией. Потом сейчас будет там и конфликт интересов, и все. То есть, каким образом, как вы входите в состав этой организации, и как вы с ней взаимодействовали? Клажу, это четко прописано. Значит, ну, по пункту Б понятно, должностные инструкции. В руководстве по качеству все равно должно быть указано, что каждый сотрудник должен с ней познакомиться. Очень часто люди забывают об этом. А мы написали, вот тот самый случай. Реализован он, но не описан. Очень часто приходится говорить, ну, внесите исправление в руководство по качеству и укажите, что каждый сотрудник в обязательном порядке знака подписывает свою должностную инструкцию. Значит, дальше начинается еще очень непростая задача. Но в наших лабораториях она более-менее простая. Для того, что в соответствии с критериями и даже с 17-25, нашим основным властом, ответственность за систему менеджмента качества должен быть назначен из сотрудников лаборатории. Это иногда входит в полное противоречие с европейской системой. Европейцы допускают у себя, хотя это их 17-25, но сегодня в практике они уже допускают, что ответственность с тема менеджмента качества является внешним. Он в углу и санкционерной организации, но он внешне в лаборатории. У меня есть случаи, когда в организации вообще создается отдельный, самостоятельный отдел качества. И за каждое подразделение закреплен свой ответственный специалист. Это входит в противоречие увы с нашей системой. Поэтому в вашей лаборатории должен быть назначен конкретный, это может быть начальник лаборатории, творит другое лицо. Ну, правда, наша система говорит, что это может или начальник, или заместитель. Ну, если это будет просто санкционерная лаборатория, то же на вас, скорее всего, не найдут. Ну, точно я говорю, что насчет независимости и беспрестраственности, это напрямую пересекается с понятием вхождения в структуру. Как вы в своем отношении у вас в организации, как вы доказываете свою беспрестраственность, как вы доказываете, какие меры вы принимаете для предотвращения и разрешения каких-то интересов, как вы гарантируете свою независимость. Ну, в общем, это все требует обязательного описания. Без этого не волнеешься. Более того, практически давайте так. Я расскажу сейчас подробно, но я забыл в самом начале сказать. Такую простую фразу. Если вы хотите, чтобы у вас не было проблем при аккредитации, то вы должны заранее для себя ответить на каждый пункт этих литерий. Где и как у нас это освещено. Тогда у вас будет получиться нормальный разговор с экспертом, и с петербургом с аккредитацией, и везде. У нас каждый, мы тут точно знаем, где подробно освещен каждый вопрос. Это работает. Поэтому и с беспристрастностью нам тоже должно быть четко прописано. Вот 23.5. Это наша потребность в образовании. Вот как раз здесь очень многие лаборатории пошли по пути внутренней аттестации. В ходе внутренней аттестации выявляется и понеслось по программе. С одной стороны, мы подтверждаем квалификацию своих специалистов, и как бы допускаем их. С другой стороны, мы можем выявить, что кто-то где-то черт не тянет. Его надо подтянуть. Более того, еще такой нюанс. По европейским правилам внутренней аттестации является обязательным. В Европе они могут перешагнуть через образование, они могут перешагнуть через какие-то внешние документы, через там, с доверения и прочее. Через внутреннюю аттестацию. Никогда не перешагнуть. Можно сразу встречный вопрос? Внутренняя аттестация может появляться как предупреждающим действием? Можно это в журнал предупреждающим действием внести? Или это уже как, само собой, разумевающееся? Это ваше право. Сказать, что это ошибка, я бы не сказал. Не будет ошибок. Потому что предупреждающих, если вообще мы сейчас дойдем до них, потому что это вообще головная боль. Понимаете, это... Более того, за всю свою практику я не видел ни одной организации, я бы нормально работала. Декларации есть, что нормально работали. Правильные декларации я видел. Работа по предупреждающим я не видел. Ну, давайте дадим понятие. Вот по персоналу. Ну, с полициальности что говорить? Про процедура полициальности должна быть прописана обязательно. Без этого вообще... Это во всех системах, кстати. Если вот кое-что из того, что мы сейчас обсуждаем, в старых системах отсутствовало, полициальности была всегда есть. Значит, ну, 23.7. Значит, советую очень внимательно отнестись к документообороту. И из того, что здесь у нас прописано, я хотел бы остановиться на некоторых отдельных взяхтах. Ну, понятно, утверждение регистрации, ознакомление работников с документацией. Значит, вот очень многих вызывает проблема пункт Г. Правила резервного копирования и восстановления документов. Что это такое? Представляете, о чем разговор, господин? Да. Ну, о чем? О том, что экспертам правил попросить, какой-то протокол... Нет. Давайте так. Протокол — это архив. Это архив. А через неделю, пусть у крыши протекла, пришел заказчик и просит, дайте мне копию моего протокола. 2013 года я делал у вас. Вот у меня договор, потерял протокол, потерял документы. Дайте мне копию. А у нас крыша протекла. Уман, погнило. Что делать вы? Тронные варианты. Да, вот здесь. Вы заранее прописываете. Каким образом вы... Многие пытаются под резервное копирование восстановления писать нормативно. Мне интересно. Резервное копирование восстановления документов — это резервное копирование и восстановление ваших документов. Вот мы все наши протоколы перегоняем в электронный вид. А на случай, если сгорит компьютер, раз в неделю все электронные виды перекачиваем на специальный сервер, или там на специальную базу. Молодчик разговорит. Мы гарантируем, что мы можем восстановить любую информацию по нашей деятельности. Вот сейчас. Хорошо, компьютер даже сгорит. У нас вот раз там время времени, срочи за вами. У меня, скажем, в БАУНКО я работаю, у нас раз в неделю вообще вся база переписывалась. На автомате. В пятницу вечером, как и в медубной БОК, уходя, оставлял диск. Включал и уходил. Полетельник вынимал и ставил на пол. Хотя объем изменения информации составлял меньше сотой процента. Мне проще. Что я буду думать, когда, кто, чего менял. Все, скопировал и поставил баланс в свои копейки. Зато вот тебе батарея. И даже последний, что все сразу погибли. Совсем экзотика. Вот о чем разговор идет. Потому что это очень часто спотыкается на это. Потому что дальше все более-менее понятно. Хотя тоже, кстати, по поводу актуальной версии. Следующий пункт D. На самом деле, если вы пользуетесь у себя, в том числе на рабочем месте, нормативной документацией на бумажном насиджере, вы должны ответить на вопрос, каким образом вы гарантируете, что этот документ не устарел. Каким образом? Докажите. Вот, приходим на рабочее место, проводим эксперименты. Человек проводит работу. Или там, вылезли в поле, мерить на территории. Ладно, что он взял с собой документы. Вынимает, да, есть инструкция, методика, все правильно. Но она уже потертая, непонятно распечатанная. Как вы докажете, что она действует? Вот вопрос. Продумайте себя. Потому что на самом деле, вы должны быть ответственной за нормативную документацию, вы должны ставить свою подпись, что он будет. Актуализируй на такое-то число. Действовать на такое-то число. Это уже ваша программа. Но без этой процедуры будет немедлено вопрос. И это должно быть прописано, но у вас не реализовано. А знакомление тоже должно быть? Актуализация сотрудников тогда получается? Есть знакомление? Опять. А инструмент не изменялся. Вы выдали специалисту для работы рабочий экземпляр. Он работает по нему. Ответственность за нормативку по-хорошему. Должен раз в месяц прийти к нему, ну или срок, значит, опять выйдет. И на его экземпляре расписаться я проверил. Ага, да. Это может такой путь. У меня есть фирма, которая приняла решение, что ни один документ, распечатанный в их организации, не живет больше месяца. В принципе. Вот все электронка за электронную базу. Отвечает специальный человек. Ты можешь зайти в эту базу и распечатать себе нормативный документ для работы. Пожалуйста. Там автоматика ставит дату распечатки. Если прошло больше месяца, твой документ нелегитимен. Иди печатать за нормативку. У них там прописано в руководство по качеству. Ваше право. Они вот таким образом решили. Каким образом решите вы? Думайте. Но вопрос решает. Вот изделие опять. Ну, опять. Здесь много перекликающихся вопросов. Наличие на бумажном носителе документов в условиях работы. Понятно, что надо что-то просматривать и проанализировать. И, кстати, вот здесь же и написано. Фиксацию в системе документации даты внесения изменений. А мы всегда говорим, идем дальше. Не просто даты, а даты подтверждения актуализации. Потому что тем более. Все понятно. Ну, понятно. Архив. Я пытался выделить. Можете прочитать сами, чтобы я не прочитал. Концентрационному Вселенной Дорогой. Почему-то для очень большого количества лаборатории стало камнем предновения самая последняя строчка. Система ведения сведений о работниках. Люди не пишут, что они должны контролировать ситуацию с работниками. И фиксировать их. Контролировать, ладо, контролировать. Кроме Концентрационному может там по 23,5. А фиксировать. Вот закончил курсы. Вот там прошло время дистанция. А где фиксируется? Ни слова не скажу. И как фиксируется? А ДОПРОП должна все время быть наготове. Ну, мы еще вернемся к вашему пункте об этом. Мы стремимем наготове быть, поддемонстрировать, что мы помним. Моему пункту об этом не отвечаем. А если вы на пункте архива запускаете введение архива только в электронном виде, ну, как на носителе? Или только в бумажном тоже должен вырезать? Вам никто на это просто не ответит. Кроме одного. Вашего руководства по качеству. Вы для себя четко прописали. Мы прописали так. Только что у нас не является фириалом, а в Московской области есть. А проверяли наши, ну, как вы говорите, в Московской области. Я его закредит, я его сделал замечание. Мы теперь сказали, что должен быть обязательно бумажный. Ну, например, случилось то, что не работает компьютер. Как вы там восстановитесь, как вы можете участвовать в плане работы, на другие компьютеры работаете. Нет, с одной стороны, с другой стороны, почему я не говорю, значит, резервное копирование. Резервное копирование. То есть не просто на компьютере, а еще обязательно куда-то вынесли. Мы покупаем носители, на них базу, я базу обновляю каждую неделю. Однозначный жесткий ответ. Давай так. Призыв ко всем лабораториям. Если с вас эксперт начинает чего-то требовать, просите его сослаться на требование какого-то нормативного документа. Потому что, я так думаю, это не подход эксперта. Я вам отвечу однозначно по поводу архива. Нет требований к тому, чтобы архив обязательно был на бумажном носителе. Все понятно. Вот такого ни одного документа, ни в одной системе я не сталкивался. Обязательно в руководство по качеству, если ты сталкивался. Люди сами для себя пишут. В официальных документах такого нет. Однозначно. Извините, еще в 2017-2025, я просто недавно читала именно по архиву, там написано, есть такая строчка, что протоколы должны быть, хранится копия, распечатанный протокол всех выданных в лаборатории. Извините, а если вы взяли этот протокол, отсканировали его и сохранили? Ну, я имею в виду, сейчас только про бумажный носитель, да, мы можем сканы хранить, это мы можем прописать. То есть, обязательно наличие копий протокола? Никогда никто не требовал. На самом деле, это очень спорная ситуация. Очень спорная. Понимаете? В 2017-2025 давно это было. Там есть эта фраза, хотя через нее никто, за нее вот так прямой не вынцеплялся. Понимаете? И они ее не читают, как обязательное хранение в архиве. Да, вы передаете оригинал бумажном носителе заявите, заказчику. А вот то, что вы храните у себя, копия этого протокола. Более того, понимаете, ну, хранение у себя бумажного экземпляра имеет смысл, если у вас прописано в системе, что вы оформляете протокол в двух экземплярах. Один отдаете заказчику, другой отдаете, оставляете себе. Если вы свой протокол оформляете в одном экземпляре и у себя храните скан, то, извините, чем скан лучше, чем распечатка с компьютерного скана? Для нас это лучше. Никакого разницы. Никакого. Абсолютно никакого. Нет, если вы, у вас прописано хранение оригиналов, это может быть, в этом есть какой-то смысл хотя бы. А хранение копий, зачем? Зачем? Ну, тут просто, что написано. Напишите у себя по-другому. Значит, давайте так. Уже совсем не как эксперт по аккредитации, а как человек, который много занимался проблемами федеральных служб. Имейте в виду, что ваше руководство по качеству, ваши инструкции, ваши документированные процедуры являются официальными, государственными, нормативными документами Российской Федерации. Они просто обязательны только в вашей организации. Но как только вы их официально утвердили, все. Это официальный нормативный документ. И с ним надо будет спорить и доказать. А если в вашей системе хранения документов не указано, что вы делаете в двух экземплярах, не указано, что вы делаете в двух экземплярах. Вопрос, зачем вы храните? А у нас нигде не написано, что надо оформлять в двух экземплярах. Нигде. Это вот по розкредитации, у нас написано, что все акты оформляются в двух экземплярах. Один заявитель, а другой в розкредитацию. Это прописано. Поэтому у вас по всем материалам по розкредитации создается оригинал. А здесь не написано. Вы должны написать сами, сколько экземпляров. А может, представим. Так. Ну, движемся. Движемся. Значит, привлечение субподрядчиков, скажем так. Субподряд. Значит, могу сказать так, что во всех европейских и российских документах написано, что должно быть описано субподряд. Но розкредитация очень болезненно относится к проблеме субподряд. Потому что как только появляется понятие субподряд, возникает самый главный вопрос. Кто отвечает на результаты этой работы? Если отвечаете вы, тогда какие у вас требования к субподрядчику? Если у вас требования к субподрядчику, что он должен быть аккредитован, тогда зачем нужно быть? Если он написан, что он не должен быть аккредитован, то почему это субподряд? Почему это просто не аренда оборудования, не договор с персоналами? Можно же так пойти. Поэтому это очень скользкая поверхность. Продумывайте ее для себя. Но какие-то слова на эту тему должны быть обязательны. Иначе у вас будет несоответствие по восьмому пункту. Ну дальше по оборудованию. Вообще, сразу. Идентификация, так что у нас же узкая сегодня, практически 100% лабораторий перешли на систему этикирования своего оборудования. Клеят на все этикетки проще, чем доказывать, что они вернуют. Поэтому я всем советую разработать свою этикетку. Есть официальные европейские и наши российские требования к этой этикетке. Но эти этикетки по минимуму, я говорю, помимо, пишите что хотите. Но, по минимуму, фирма, номер, сведения о поверке. Будет оба номера, заводской и инвентарной, будет один номер вашей проблемы. Будет сведение о поверке и следующей поверке. Поверка от, поверка до, поверка от до. Но, теперь все хотите. Но этикетка, всем советую, проще работать. Поэтому идет идентификация через этикирование. Ну а дальше, местонахождение. Это вообще для нас с вами сложная история, потому что у нас большинство приборов выездных. Поэтому местохранение, ну, на складе, поначалу. Или на конкретном месте. А при работе вытащили и понесли. В обязательном порядке идет разговор о том, что, ну, понятная комплектация документов на каждой требовании. Значит, теперь такой нюанс. Ведь мы с вами сейчас рассматриваем документ, выставляющий требования к руководству по качеству. Вопрос, надо ли все это писать к руководству по качеству. Средние поверки, о дате. Что надо писать? Что данные сведения приведены в форме номер такой, да и все. А там уже следим. Опять переходим к СНК от руководства по качеству. А там следим. Все сведения там, все сведения там. Все. Вы пропишите, не забудьте об этом. Так же, как в конце концов, ну, никто не прописывает, вот пункт Г, требования к метрологическим характеристикам своего прибора. Ну, кто это прописывает? Ну, напишите, что он в паспорте украсит все. Ну, и в паспорте, в форме. Опять, я, извините, просто я поднялся оттуда еще сбиваться несколько раз. Дело в том, что в свое время, ну, я привык, что все сведения об оборудовании, о персонале, приведены в паспорте лаборатории. Роскредитация отказалась от формы, понятия форма паспорта, спустила нам формы. Шесть штук. Но официальная заявление о роскредитации, если лаборатория объединяет эти шесть форм в один паспорт, делают титульный лист к нему, вставляют туда потом еще какие-то формы, поддерживают самым нормативным документом. Роскредитация не возражает. Единственное, что вам придется все равно их отдельными формами крепить в личном кабинете. Так, ладно. Ну, с плановой поверки, плановой обслуживания, думаю, что вопросов нет. Должно быть, и деваться здесь нет. Значит, по внутренним аудитам. Как внутренним аудитам нормально, так и внутренним аудитам со стороны руководства. Как правило, по внутренним аудитам, опять говорю, может быть отдельная инструкция, очень большое внимание уделяемое этому вопросу. Должна быть и программа, и график, и назначение аудиторов, и результаты аудита. Значит, за отсутствие внутреннего аудита, это второй год. Если у вас первичная аккредитация, то еще можно отбиться, почему у вас не было аудита. А если у вас подтверждение компетентности, все, приехали. Жесткие правила, внутренний аудит по всей программе проводится не реже одного раза в год. Можете проводить хоть раз в неделю по одному опросу, это ваше право. Но один раз в год должно проверено все. Одним аудитам были поэтапка, ваше право. Без вопросов. С обязательным и регламентированием. С одной стороны форм, с другой стороны, может быть результаты пока уже формы. Проблема очень часто с 10-б, это анализ стороны руководства. Люди очень часто отпускают здесь позицию о том, что должна быть форма отчета, документального отчета. В какой форме он оформляется? Это уже руководство по качеству. А потом уже и сам отчет, когда АПК. Но форма должна быть. В каком форме оформляется анализ стороны руководства? Не сделали, влетели. Ну и дальше вот у нас внутрилабораторный контроль, ну вообще управление качеством. Ну, давайте так. У нас как внутрилабораторный контроль качества делится на нескольких возможных частей. На самом деле их всего три. Он есть внутрилабораторный контроль и внешний. Нежилабораторный контроль. На сегодняшний день я не знаю, несколько продажей здесь привезли новую информацию, что вроде бы есть сейчас в России один провайдер, который занимается межлабораторными сличными испытаниями по радиации. Ну, я не смог пока проверить эту информацию. Поэтому, ну, нам с вами, поскольку мы с вами занимаемся радиацией, чуть-чуть полегче. Потому что нам не надо входить в реестр таможенного союза. Там это является обязательным условием. Тем не менее, ну, надо пытаться решать проблему в межлабораторных сравнительных испытаниях, сличительных испытаниях здесь написано. Здесь сравнительных. Нет, здесь сличительные. Сличительные испытания можно проводить только провайдеры. На самом деле. Сравнительные можно проводить между двумя лабораториями. А сличительные только провайдеры. Ну, если удастся, хорошо. Что надо обязательно понимать с точки зрения унтрилабораторного контроля качества? Этим надо заниматься все равно, вне зависимости от того, будет или не будет у вас без лаборатории. То есть, внутрилабораторный контроль качества мы проводим с определенной вами, но с определенной периодичностью. Ну, я не сталкивался с тем, чтобы у кого-то по традиционным лабораториям удавалось выходить на нормальный анализ по картам Шухарта или по каким-то еще чудесам. Ну, маловато у нас испытаний. Это на воде, когда там идут сотни испытаний в день, там десятки, по крайней мере, там можно выходить на карты Шухарта. У нас так и получается в большинстве случаев. Но эту проблему надо описывать и решать. Тоже советую не перешагивать. А по межлабораторным соревнованиям испытаний, с личным испытанием, как здесь написано, я бы тоже какие-то слова в руководстве по качеству человека писал. Что мы можем проводить в случае наличия. Значит, опять, теперь к внешним условиям. Давайте так. Обязательно, вряд ли, прописываем этот пункт. И он для нас с вами, на самом деле, ну, можно сказать, делится на три части. Одна из которых вообще нас не волнует. В конце концов, климатологические ситуации в рабочем кабинете, если это не для оформления документов, это уже совсем ваша проблема. Вторая сторона. Это климатические характеристики условий проведения работы. Если мы в поле, мы в самом мире. Куда мы денемся? Мы же не можем не померить климатологию нашу. Температуру, влажность. Очень часто люди забывают, что есть еще одна позиция. Это соблюдение климата в условиях хранения обороны. В том помещении, где мы храним свои приборы, мы должны четко фиксировать климатологию. Упрощенную климатологию, сами понимаете. Потому что в инструкциях по эксплуатации большинства приборов написано, при каких условиях их хранить. И вот здесь выплывает, многие забывают об этом и не ведут ни контроля за помещением, где хранятся приборы. Не фиксации этих параметров. Советую всем завести систему контроля климатических условий именно в зоне хранения оборудования. Чтобы в случае чего говорить, а у нас все правильно хранилось. И отсюда выплывает журнал сразу, именно на это помещение. И с какой периодичностью опять. Так как это помещение решайте сами, раз в день, раз в неделю. Это ваша проблема. Вы должны прописать эту периодичность. Требования к ней нет. Опять сразу могу сказать. Требований к периодичности контроля климатических условий в зоне хранения оборудования нет. С какой периодичностью надо контролировать? О зоне измерений. А? О зоне измерений. Помещения. Какая там периодичность? Вы сами определите. Тоже сами определите? Конечно. При испытании вы каждый раз поехали в поле, обязаны каждый раз мерить. Перешли в другое место, опять должны померить. При каждом испытании вы примеряли. А здесь раз в день вы будете мерить до склада. Или раз в неделю решите сами. Как вам удобно. И журнал соответствующий. Опять написано. Раз в неделю. Вот журнал. Раз в неделю расписывается. Так, значит, 23.13. Транспортирование, хранение, использование. Ну, планы, все. Значит, в нашем с вами случае мы должны прописывать правила транспортирования. Кстати, всем советую, обязательно, советую, это я ваше право, завести систему учета, выхода, движения обороны. А это есть? Есть, слава богу. Потому что у нас были прецеденты, когда мы приезжаем в лабораторию, нам говорят, что а это прибор у нас в командировке. Вот у нас специалист приехал, вот все. Я говорю, а где написано, что этот прибор у нас в командировку? Не написано. Я говорю, тогда этого прибора у нас просто нет. Тогда мне написано, что журнал будет, вот журнал перемещения приборов, вот специалист получил и уехал, вот он уже специалист уехал. Все вопросы. Понятная идея. И тогда у вас получается, он уехал и он соблюдает те самые требования по транспортированию и хранению. Которые вы сами должны прописать. Значит, с методиками. Четко прописываем, по каким методикам мы работаем. Выбор использования, как мы подтверждаем, что мы их используем. Ну, понятно, там можно писать общие слова. Обращаю ваше внимание на 23.15. Я там в скобочках специально подчеркнул. Это для тех, кто не сразу соображает. 23.15 надо подробно расписывать. Там талмуды люди пишут о том, как они внедряют у себя новые методики. А если вы их не внедряете? Если вы работаете по стандартным методикам и никакой разработкой не занимаетесь? Мы буквально отвечаем на то, что стоит в скобках. Ну, не занимаемся и все. Если занимаемся, верификация, валидация и понеслось. Подтверждение достоверности, большая, любая новая методика, это отдельная головная боль. И это все должно быть прописано, если вы говорите, что вы занимаетесь новой методикой. 23.16. Работы, выявленные с нарушением. Мне многие говорят, у нас написано в руководстве по качеству, что у нас не бывает нарушений. Я говорю, господа, не бывает таких лабораторий. Не бывает. Всегда есть вероятность, что что-то пошло не так. Вот вы расписываете не на тот случай, который у вас стандартный. Не должно это быть стандартного случая. А на случай ЧП. Вот ушло у нас, не получилось что-то. Мы вышли на какой-то причине. Да, это запрещено. У нас, можно сказать, что мы не допускаем это. Но оно вышло. Как мы поступаем в этой ситуации? Нестандартная ситуация. Мы ее именно должны описать в данном случае. Понятно, что разговоры. И о том, как очень для многих проблема оказывается, а как это фиксируется? Как зафиксировать? Вот у человека прибор не меряется. Как он зафиксирует? То есть, эти нестандартные случаи или выход за границы надо обязательно прописать. Советую внимательно прописать. И именно рассматривая не ситуацию постоянной работы, а ситуацию ЧП. То есть, 16-й пункт отвечаем именно в режиме ЧП. Значит, 17-й пункт. Ну, это наше корректирующее мероприятие. Значит, что я хотел бы обратить ваше внимание? Корректирующее мероприятие – то, что должно из чего-то вырасти. Просто так, ни с того, ни с сего, корректирующее мероприятие не проводится. В 90% случаев корректирующее мероприятие – это последствия аудита. Как правило, внутренне. Более того, я говорю формальную сторону. Реальную. Может, вы начали по работе чего-то. Столкнулись с этой проблемой по работе. Для того, чтобы внести изменения нормативные документы, мы проводим внутренний аудит. И отсюда у нас вырастает история корректирующего мероприятия. Более того, у нас есть, как я говорил сейчас, должен быть график внутреннего аудита. Все хорошо. А сколько раз нужно привести внеплановый внутренний аудит? Сколько раз? Абсолютно верно. Более того, основанием для проведения внепланового внутреннего аудита может быть все, что хочу. Я в данном случае очень люблю цитировать одного болгарина из Европейской системы аккредитации. Он говорит, ну просто я попал на этот проект. Что такое внеплановый внутренний аудит? Заходит директор в лабораторию. На столах безопонятных. А провести полный внутренний аудит? Приказ вперед понеслось. Привели полный внутренний аудит. Все-все проанализировали, все-все-все-все проверили. Принесли директору на стол полный отчет. Все-все проверили. Вот замечания. Он через неделю заходит, за меня опять. Опять. То есть, пока на столах провести еще раз внутренний аудит. Идей, понятно? У шефа захотелось. Не нравится им чего-то. Право ему. Поэтому проводим внутренний аудит. И на основании внутреннего аудита вводим соответствующие корректирующие апреля. Более того, корректирующие апреля могут быть любые совершенно. Мы можем корректировать нормативные документы. Мы можем корректировать запорудование. Все, что угодно. Мы можем корректировать просто по качеству. Любые инструкции. Мы нашли проблему. Мы ее озвучили на аудите и внесли в корректировку. Далее предупреждающие действия. Тоже достаточно очень интересный и непростой вопрос. Кто из нас понимает, что такое предупреждающее действие? Так, для себя хотелось. Понимаешь, что такое предупреждающее действие? Пример. Вот я часто люблю приводить такой пример. Вот люстра висит. Мы, ну я не знаю, как она сейчас включила, вся или не вся. Но мы включили весь свет. Лампочка перегорела. Мы полезли поменять. Что это? Это корректирующие неприятности. Второй раз лампочку поменяли. А потом решили, слушай, нам надоело лазать. Давай мы все лампочки раз. Поменяем. Это предупреждающее действие. Вот идея. Мы предполагаем, что лампочки будут перегорать дальше. Чтобы не перегорали, давайте сразу все поменяем. Предупреждающее действие – это действия, когда неприятности и несоответствия мы только предполагаем. То есть есть специальная процедура проведения анализ, предупреждающее, мы анализируем. Это, кстати, может войти и в аудит. Процедура анализа предупреждающих действий, необходимости предупреждающих действий. Мы ее можем проводить, анализировали, чесали, думали, не нашли. Может быть. Вопросов нет. Процедура есть? Процедура есть. Поэтому у меня очень много, я говорю, я за свою жизнь всего два или три случая видел реально сработавших предупреждающих. Хотя ваш вариант насчет персонала, а почему бы и нет? Тоже возможно. Ради Бога принимает свое решение. Ну, это вот 18-й пункт. Это прикликается вот с теми событиями, в том числе, когда мы говорим, на случай ЧП. 16-й, по-моему, пункт. Да. То есть там мы говорим о том, что мы будем делать, если произошло ЧП. А здесь мы говорим о том, что мы будем делать, чтобы его никогда не произошло. Ну, насколько удастся вам написать красиво. Ну, попробуйте. Хотя, по-моему, точно такой. Опять, вот, чего он здесь написан? Потому что он напрямую привлекается с предыдущим пунктом предупреждающие действия. Мы опять как бы анализируем вперед. Очень сложно. Значит, теперь по образцам. Ну, если вы работаете с образцами, должен быть четкий алгоритм отбора образцов. Для многих, как ни печально, является проблема идентификации. То есть четкое отслеживание, откуда, какой образец пришел, как он шел, какая его биография. И, как ни странно, для многих лабораторий, работающих с образцами, полевыми, возникает проблема, что они забыли описать, а что мы с ними потом поделаем. Ну, вот, взяли мы образец, привезли, провели испытания, померили, вынули. Дальше-то что? Утилизация. Что мы, вот эта утилизация, в 90% случаев лаборатории почему-то забываем. А если нам заказчик привез образец, то мы дальше делаем. То есть, работа по образцам, это завершается всегда судьбой этого образца. Не забудьте об этом. Когда будете писать этот пол. Четко прописываем. Потому что все остальное, как правило, люди пишут. Где взяли, когда взяли, но еще как-то пишут. А вот чем кончилось, и все забывают. Почему в некоторых лабораториях по химии еще более-менее, а по радиации очень часто забывают. И, следующий, 20-й, это объекты исследований. Ну, я не знаю, как в нашем случае это описывать в традиционных лабораториях. Потому что мы не транспортируем объекты исследований. У нас нет такого вообще. Если мы имеем дело с объектами исследований, мы выезжаем туда. И там мы ничего с ним не делаем. А нам приходится писать, все-таки просим писать, что абсолютно исследований. Ну, на самом деле, можно чертно писать. Я всем говорил, вот те ребята, которые занимаются изменением Радона на грунте. Ребята, напишите, что вы после того, как сняли ловушку, ямку заровняли. Там же ямка лепается. Ну, пусть мелко, но копает. Вы же, он-то побеждает. Вот напишите, что вы ее работаете с объектами исследований. То есть какие-то слова все равно надо написать. Ну, 21-й пункт вообще на самом деле не наш. Это для метрологов. И 22-й пункт. Советую в обязательном порядке не забыть про это. И написать какие-то слова про использование знака национального знака аккредитации. Единственное, что сразу всех предупреждаю. Не наступите случайно на эти граммы. Сегодня, в нашей ситуации, использование знака аккредитации в абсолютном большинстве случаев приводит к большим драмам. Про знакам. Для того, что в приказе написано, что вы должны использовать его в масштабе один к одному. А исходного масштаба не знают никто. Понятно? А использование неправильно знака аккредитации стоит 400-дрежный протокол. За каждое. Решение суммается. Поэтому будьте осторожны. Но правило прописать надо. Умное, которое все это написали. А если на высоту вообще не было? Напишите об этом. Вопросов нет. Если перешагнуть нельзя, написать надо. Кто-то пишет, можем использовать. Кто-то пишет, не используем. Но если, когда люди ставят, я говорю, ребята, вы уже не сошлали. Какого размера это будете? Какого размера? В масштабе один к одному. Дайте мне исходный масштаб. Где? Нет. На миллиметр сдвинулись. От того неизвестного исходного масштаба и попали. Значит, дальше идет на то самое 24-е годы. Мы возвращаемся в самое начало нашего разговора. Что же является обязательными документами, кроме учредительных, при заявлении и при вашей деятельности? Ну, можно просто прочитать. Значит, руководство по качеству. И здесь опять жесткое требование. Образцы. Вот здесь те самые шесть образцов, о которых я говорил. Строго в соответствии с этим приказом. Форма приведена. Каждая форма отдельно подписывается и оформляется. Значит, ну, я не буду все это читать. Сами в случае необходимости. Или здесь прочтете, или найдете приказ на каждом углу, что называется. На чем я хотел остановиться в последние минуты? Значит, сегодня обязательным условием функционирования уже академатных лабораторий является их работа в личном кабинете ФИГИ с Росаквандитацией. Федеральная государственная информационная система Росаквандитацией. Значит, там мы обязаны с вами размещать сведения о всех протоколах, выдаваемых в нашей лаборатории. Притом протокол размещается не позже, чем в течение пяти дней от момента его оформления. В его выдаче. Мы должны размещать там сведения о персонале и изменениях в персонале не реже, чем через три месяца после наступления этих изменений. Сведения об оборудовании, используемых оборудовании, не реже, чем шесть месяцев с момента наступления этих событий. Это все я цитирую 329-й приказ Миногеном развития. Значит, сегодня эти цифры звучат так. Сейчас закону уже, приказ лежит на пересмотре, эти требования будут ужесточаться. Могу успокоить, слава Богу, пока, что вопрос о размещении скан-образа протоколов, слава Богу, снять с прорезки дня. Чтобы уж совсем. Но наличие обязательных, и там есть раздел документов, куда можно, на самом деле, все документы вашей лаборатории потребить. И там есть, как раз видите, вот все формы, они поменьшены слезочками, обязательные для размещения в личном кабинете. Значит, что, как планирует работать Роскаредитация? Она планирует, что со временем, все-таки, запустится система, когда уже на ПК, вы помните, сначала говорят, что вас эксперт будет просить, присылать документы, что будет как-то познакомиться с вашей лабораторией. Роскаредитация надеется, я тоже надеюсь, что они это сделают, что со временем будет такая система. Эксперт назначается на ПК, и он получает просто электронный ключ к вашему кабинету. Законит в ваш личный кабинет лаборатории ФИИС, и все документы в вашем кабинете, там можно разместить довольно много документов, там достаточно жесткие требования по размещению, там объем, и только PDF-овский, и только там не более пятнашки, и каждый документ, но их довольно много можно носовать. Так что вот такая вот информация с ФИИС Роскаредитации. А сейчас стоит вопрос о том, что они в ФИИС Роскаредитации будут достаивать, что кроме номера и даты протокола они будут просить вписывать в персональное оборудование принимаемое участие в этих работах. А в персонале в основном, что специалист не имеет права работать в лаборатории, пока информация о нем не поступила в Роскаредитации, если в поэтного специалиста. И оборудование вы не имеете права использовать, пока информация о нем не поступила в Роскаредитацию. Вот такая вот история с Федеральной службой по аккредитации. Ещё вопросы есть какие-то, уважаемые? Да, я уложился. Спасибо.